Здравствуйте, меня зовут Михаил Турбин, и я прочитаю отрывок из моего романа «Высше ноги от земли». Всю ночь он провел в лодке и уже дома понял, что у него жар. Температура держалась второй день, Саша собрала последние вещи, но все не решалось уйти. Он просыпался и следил за ее тонкой метущейся тенью точно сквозь поврежденное жаром стекло. Она без конца кипятила чайник и меняла пластинки. Играл бит в шестьдесятых. Роллинги, бичбойс, диван. От музыки этой у него подергивали ступни. Саша носила ему мед и зефир. Такие у нее лекарства. Потом она села на подлокотник дивана, поджав одну ногу и открыла свежий номер вокруг света. Стала читать. Во время полового акта самец глубоковольного удильщика... «Ты слышишь?» Илья удивленно поднял брови. «Это рыба со светящейся удочкой на спине. Объяснила Саша и продолжила. Во время полового акта самец глубоководного удильщика впивается зубами в самку и удерживается на ней. Он пьет ее кровь в обмен на свою сперму. Затем их тела сливаются вместе и остаются в таком виде навсегда». Он ответил, что готов попробовать. И судьба удильщика кажется ему идеальным финалом. Саша запустила пальцы в волосы и сказала, будто не ему, а пыльные люстры. «Крови только во мне не осталось. Ни грамма». Илья закашлялся. «Так это я тебя держу?» Саша подожгла к проигрывателю. Боб Дилон пел о том, что времена они меняются. Саша встала перед диваном, на колени поцеловал его запястье. Эта нежность была так ярка, как вспышка фотоаппарата. И линия плеча, исчезающая в тени тяжелых предей. И непрочная цепь позвонков. Весь ее печальный образ навсегда остался с ним, как нетленный снимок. Когда Илья вновь открыл глаза, Саша уже не было рядом. Музыка доиграла. Из динамиков напряженно шипел ток. «Саша...» «Я в магазин», — сказала она из-за стенки. В прихожей лязнул замок. «Да-да, только возвращайся, пожалуйста, скорее». И она ответила после душной паузы. «Ты же знаешь, что я не вернусь». «Да-да», — повторил он. «Тогда пока». «Злишься на меня?» «Наверное, я тебя ненавижу». С тем она и ушла. Илья лежал, пялись в потолок, а потом поднялся. Он тихо ходил по квадрату ковра и слушал, как в опустевшей комнате, то изводя, то утешая, гудит ток.